За относительно небольшой период существования криптовалюта завоевала авторитет в глазах рядового пользователя. Стабильность, надежность и равные возможности, в какой бы точке мира ты ни находился. Вот что до недавнего времени оставалось неизменным. Однако ведущая мировая криптобиржа Binance приняла решение о вводе ограничений в отношении клиентов из России. К решению об ограничениях Binance пришел после публикации пятого пакета санкций Евросоюза против России. Согласно нему, биржа обязана ограничить услуги для российских граждан, инвесторов и юрлиц. Клиентам, обладающим активами стоимостью более 10 тысяч евро, закроют доступ к любым операциям, кроме вывода средств и закрытия контрактов. Доля вообще крипторынка в мировой экономике ничтожно мала. И доля людей, задействованных в крипторынке, тоже ничтожно мала. Поэтому любые изменения, тем более изменения, которые затрагивают далеко не всех и не все операции, они на мировой экономике, на российской экономике никак не отразятся. Безусловно, криптовалюта – это не тот инструмент, в который нужно вкладывать деньги. А будущее все равно остается за традиционными финансовыми инструментами, за банковскими депозитами, акциями, облигациями, но не за криптовалютой. В настоящее время прекращение работы Binance не планируется. Более того, россиян, находящихся за пределами страны, ограничения не затронут. Маргарита Михайлова, Универньюс.